Врачи передвижного отряда бьют собственные рекорды. В прошлом году они оказали консультации и медицинскую помощь почти 26 тысячам пациентов. В 2013 году этот показатель был меньше на 9 тысяч. В народе таких докторов называют просто «летающие целители». Они добираются до самых отдаленных населенных пунктов региона, где нет постоянной медицины, чтобы осмотреть каждого жителя. Зачастую работать приходится буквально под открытым небом. Мобильные ФАПы разворачивают посреди тундры, где и ведут прием узкопрофильные врачи. Олег Хатанзийский изучил маршрут передвижного медотряда на текущий год. Они работают практически безостановочно и преодолевают десятки и сотни километров. До пациентов добираются на авиации, треколах, снегоходах и катерах. Им нипочем ветра и морозы. Пожел одни из самых мобильных и универсальных медицинских работников, которые ведут прием в сложнейших условиях. Доктора передвижного отряда в составе хирург, акушер-гинеколог, отоларинголог, офтальмолог, психиатр, нарколог и даже врач функциональной диагностики. В 2013 году врачи передвижного медотряда совершили 59 выездов. Они побывали в 33 деревнях и селах региона. Помощь туда получили 16,5 тысяч пациентов. Среди них дети, взрослые и пенсионеры. В следующем году, то есть в 2014, летающие целители сокращают количество своих поездок до 33. Впрочем, увеличивается число, обратившихся к медработникам. Помощь оказана почти 26 тысячам людей. Между прочим, это чуть более половины всего населения субъекта. Для более тщательного медицинского обследования пациентов в населенные пункты округа врачи выезжают целыми бригадами, словно передвижная клиника. В минувшем году полным составом медики отправлялись 11 раз. Они останавливались в том числе в оленеводческих бригадах. Люди за раз и в одном месте имеют возможность пройти медосмотр, флюорографию и диспансеризацию. Практически без очереди. Такие мобильные ФАПы работают примерно две недели. Затем сворачиваются и снова в путь. Кстати, уже известен маршрут передвижного отряда на этот год. На план составляется в предыдущем году. Мы должны понимать, что мы будем осматривать, какие населенные пункты. И стараемся, чтобы и расширенные медицинские бригады попали в те населенные пункты, где еще не были, допустим, в 2014 году. Недавно вернулся флюоротряд из Нельминоноса и Андига. Другой сейчас работает в Тельвийске. В Пылемце пациентов на состояние здоровья осматривает хирург и офтальмолог. В Великовисочном работает нарколог. Теперь подробнее о предстоящих поездках расширенных медицинских бригад. Первый визит запланирован в Великовисочное. Доктора туда приедут уже в марте. В апреле они посетят Амдрому. Затем перерывы снова к пациентам. В сентябре передвижной отряд отправится в Тельвийску. В октябре в Харивер. В ноябре медиков предстоит ждать жителям Каратайки и Бугрино. Турне по округу врачи завершат в декабре. Тогда на пару недель они остановятся в Индиге. Добраться до пациентов со всем необходимым оборудованием врачам предстоит на авиации. В отдельных случаях, к примеру, между населенными пунктами используют наземную технику. Передвижной флюороотряд, мы разыгрываем конкурсы, летают в основном на вертолетах. Ну и по близлежащему, сейчас пока у нас есть, как скажем, зимник, это Нильминос-Андик. Недавно они ездили на Трекола. Сейчас в Тельвийску тоже на Треколе выехали. А в отдаленный населенный пункт это вертолет используется. Передвижной медицинский отряд, когда вылетаем бригаду, мы используем рейсы, которые предназначены совместно с флюороотрядом. Стоматолог – специалист, которым нуждаются сегодня, пожалуй, все поселения региона. Ставки есть, рабочие места тоже, но врачей, к сожалению, нет. Передвижная бригада как выход из ситуации. В этом году окружная стоматологическая поликлиника запланировала семь командировок. Услуги самые различные – лечение, удаление, протезирование. В первом квартале на несколько недель зубные врачи отправятся в Шойну и Ванде. К Тельвийску и Красная стоматологи посидят в апреле-июне. На Льминосы и Хароту в июле-сентябре. Далее по плану Харивер. Метатрат туда отправится в конце года. Как и врачи других областей, стоматологи до пациентов также будут добираться по воздуху. И весь медицинский инструмент возьмут с собой. В большинстве ФАПов его просто нет. В отдельных есть комплектованные кабинеты, но в основном мы с собой берем портативную машинку. Ну, все оборудование, все, что необходимо. Еще один важный медико-социальный проект – «Красный чум». Бригада из 18 врачей несколько недель обслуживает пациентов из разных населенных пунктов, в том числе оленеводов. В этом году летающий госпиталь предварительно отправится в Бугрино и Индигу. Правда, только в конце ноября. Олег Танзейский, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Александр Усачев. Телеканал «Север».